Это незаменимый салат для сосудов и мозга, который можно готовить в любое время года. Он содержит мало калорий, но при этом сохраняет максимум пользы для здоровья. Салат полезен при тромбофлебите, атеросклерозе, анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и даже как профилактическое средство против рака. Он также работает как детокс-еда, очищая кишечник и ускоряя метаболизм. Салат подойдет даже для позднего ужина. Для приготовления салата понадобится 1. Свекла. 1 штука. Можно брать сырую свеклу. Но мне больше нравится салат изотворной. 2. Яблоко. 1 штука. 3. Мед. 1 чайная ложка. 4. Сок лимона. 1 столовая ложка. 5. Оливковое масло. 1 столовая ложка. 6. Укроп. 2-3 веточки. Такой салат должен быть на столе регулярно, учитывая, насколько он полезен для здоровья. Рецепт. Для начала нам понадобится 1 свекла. Если вы предпочитаете отварную свеклу, то за 40-45 минут до начала приготовления салата поставьте ее вариться. При варке свекла сохраняет свои полезные свойства практически в полном объеме. 6. Сырую или вареную свеклу нужно очистить и натереть на терке. 7. Сверкла эффективно очищает кишечник. Она помогает убрать лишний вес и избавиться от хронических запоров. 8. Корнеплод снижает давление. 9. Уровень плохого холестерина в сосудах. 10. Расщепляет тромбы. 11. Очищает кровь и печень. 12. Поддерживает уровень гемоглобина. 12. Снижает риск инфарктов и инсультов. 13. Продукт обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 14. Но с ним нужно быть осторожным. 15. Сырую свеклу не стоит есть тем, у кого диагностирован гастрит, калит, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. В этих случаях используйте только вареную свеклу. 15. Берем второй ингредиент – яблоко. В нем нужно убрать сердцевину. 16. Также натрите его на терке и добавьте в салат. 17. Если яблоки домашние, то кожуру можно оставить. В ней больше всего клетчатки. 17. Яблоко улучшает работу кишечника, выводит из организма токсины, защищает от старения мозг, оно богато железом, которое важно для крови, и кальцием, необходимым для укрепления костей и сердечной мышцы. 18. Яблоко защищает от образования камней в желчном пузыре, обладая мягким желчегонным действием. 19. Фрукт помогает снять воспаление и предотвратить развитие мочекаменной болезни. 20. Затем добавляем одну ложку меда. Мед укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к простудным заболеваниям. 21. Он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Полезен мед и для сердечно-сосудистой системы, он увеличивает эластичность сосудов и укрепляет сердечную мышцу. Далее сбрызгиваем салат столовой ложкой лимонного сока. 21. Витамин С в его составе помогает снять воспаление, укрепить сосуды и улучшить иммунитет. 22. Лимонный сок способствует быстрому расщеплению жиров и снижению уровня холестерина в крови. 23. Лимон в целом улучшает метаболизм, ускоряя всасываемость полезных веществ из продуктов. 24. Он очищает организм от токсинов, возвращает бодрость и снимает усталость. 25. Добавляем в салат одну столовую ложку оливкового масла. 26. Масло невероятно полезно для сердца. Сосуды становятся эластичными, крепкими, снижается риск тромбообразования и уровень плохого холестерина, 27. Что является основной профилактикой инсультов и инфарктов. Еще оливковое масло улучшает мозговую активность, предупреждает развитие раковых образований и снижает вероятность возникновения сахарного диабета. И в конце мелко режем и добавляем 2-3 веточки укропа. 27. Укроп нейтрализует канцерогены, расширяет сосуды, укрепляет сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, устраняет метеоризм и обеспечивает мягкое очищение кишечника. 28. Все ингредиенты перемешиваем. 29. Солим по вкусу или вовсе не добавляем соль. 30. Разгрузочные дни на свекольно-яблочном салате позволяют бережно снизить вес, не допуская нехватки микроэлементов. В нем много клетчатки и полезных веществ, которые препятствуют тромбообразованию, укрепляют сосуды, увеличивают их эластичность и снижают уровень сахара в крови. 31. Готовый салат закрывает потребность организма в базовых микроэлементах. В нем много йода, железо и фолиевой кислоты, которые важны для работы мозга и кровообращения. 32. Если это видео было полезным для вас, то поделитесь им с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы стараемся радовать вас качественным и полезным материалом, и ваша поддержка очень важна для нас. До новых встреч на новых видео!